Как избавиться от жира на животе? Жир на животе это не простый нюанс, из-за которого одежда вам мала. Жир внутри живота называется висцеральным жиром, который очень вреден. Несмотря на то, что избавиться от жира в этой области довольно трудно, есть несколько способов и советов. Как избавиться от жира на животе, который вы можете попробовать? Начните силовые тренировки. Силовой тренинг очень важен для сохранения набора мышечной массы. По результатам исследований, людям с предиабетом, или вторым типом диабета, или с театозом печени, силовые тренировки могут быть очень полезны при похудении. Исследование среди молодых людей с лишним весом, оказало, что комбинации силовых тренировок и аэробных упражнений привела к наибольшей потере висцерального жира. Избегайте сладких напитков. Подслащенные напитки наполнены жидкой фруктозой, которая способствует набору жира на животе. Исследования показали, что сладкие напитки могут привести к ожирению печени. Одно десятинедельное исследование показало, что у людей, часто потребляющих напитки с высоким содержанием фруктозы, наблюдаются значительные образования жира в области живота. Сладкие напитки даже еще хуже, чем продукты с высоким содержанием сахара. Потому что ваш мозг обрабатывает жидкие калории не так, как твердые. Они поглощаются не полностью и откладываются в виде жира. Чтобы избавиться от жира на животе, лучше всего полностью избегать сладких напитков, таких как содовая, пунши-сладкий чай, а также и алкогольные коктейли, содержащие сахар. ПОБОЛЬШЕ СПИТИЯ Сон очень важен для здоровья, в том числе и для вашего веса. Исследования показали, что люди, которые недостаточно спят, более склонны к лишнему весу. В том числе и образованию жира на животе. 16-летние исследования, проводившиеся более, чем на 68 тысяч женщин, обнаружили, что те женщины, которые спали меньше пяти часов в сутки, более склонны к набору веса, чем те, кто спал 7 и более часов в сутки. Состояние, известное как сонопное, при котором дыхание периодически останавливается в течение ночи, тоже связано с жиром на животе. В дополнение к тому, что вы должны спать не менее 7 часов в сутки, убедитесь, что у вас достаточно качественный сон. Если вы подозреваете, что у вас бывает сонопное, или какое-то другое расстройство сна, то проконсультируйтесь с врачом и пройдите лечение. Следите за вашим питанием и тренировками. Множество вещей может помочь вам избавиться от лишнего веса, в частности, жира на животе. Но главное, потреблять меньше калорий, чем нужно вашему организму. Ведение пищевого дневника, или использование онлайн-фудрекеров, может помочь вам следить за количеством потребляемых калорий. Было доказано, что такая стратегия работает при похудении. Кроме того, фудрекинг поможет вам отслеживать ваше потребление белка А, углеводов, клетчатки и микроэлементов. Также можно записывать ваши тренировки и физическую активность. Вы можете найти бесплатные приложения и сайты для отслеживания питательных веществ и калорий. Важно! Если вы подсчитываете потребляемые калории, и сами определили вашу суточную потребность, то следите, чтобы дефицит не превышал 500 килокалорий в сутки. Вам не нужно, чтобы попытки резкого похудения сказались на здоровье желудка, других внутренних органов, на состояние вашей кожи и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok